Приветствую, дамы и господа, добро пожаловать на канал ArchPanzer, где мы продолжаем играть в XCOM 2 с модом Long War of the Chosen. В прошлой серии мы, кажется, подорвали памятник, ну или не памятник, я знаю, там какую-то трибуну адвента, получили за это некоторое количество уважения, уважухи и, кажется, всё. Да, материалов мы оттуда никаких не унесли, но, впрочем, ладно, эту серию я пишу практически сразу после предыдущей, знаете, так прям зарядился, что аж захотелось ещё немножко поиграть, поэтому давайте смотреть, что у нас здесь происходит. Ну, материалов, как всегда, мало, разведданных мало, потому что мы установили контакт с новой Австралией, мы также отправились на два задания с ускорением, но оба задания у нас на взлом компьютеров адвента, то есть этих заданий мы, ну, компенсируем, так скажем, разведданные, которые мы на них потратили. Так, ещё у нас секретное задание вот-вот закончится. Санчес и Умберто Сотто скоро взаимосвязь наладят и отправятся на новое секретное задание. Лушидные магнитные пушки через четыре дня появятся, в общем, сумасшедшее количество новостей. Смотрите-ка, как, насколько серьёзно выглядит Андрей Матвеев на этой фотке. Обалдеть. Ну, примерно так. Будут его воспринимать адвентовцы после того, как он себе ещё 12 уклонений добавит. Просто бомба. Так. Холи Мартин не работает. Что значит Холи Мартин не работает? Холи Мартин. Это как вообще? А, ну, смотри, четыре дня. Если я её сюда переставлю, там, соответственно, больше станет, да? Да. Встал пять дней, то есть не работает, это обман. Она работает. Нормальный подход. Как-то прям не очень они уважительно к учёным относятся. То есть, если, знаете, в лаборатории сидит, значит, не работает. Так, Зарина Чекунга через 41 час восстановится, и её можно будет на второй уровень. Псёников перевести очень сильно. Она у нас ранилась, конечно. Буквально провела два задания и на два месяца ушла в больницу. Ну, знаете, такая натура чувственная получается. Ну, хорошо. Давайте заканчивая с лирикой, пойдём на глобальную карту. Здесь у нас сразу аж два задания. Ещё устанавливается контакт с Австралией. Ну, и, соответственно, я определился, почему здесь был контакт всего лишь за 100 разведданных. Да потому что из нового чили, блин, полосочка была уже. Ну, да ладно. Опять же таки, в прошлой серии мы определили, что ретранслятор в Африке был очень даже полезен. Поэтому ничего страшного, что мы его здесь построили. Так вот, по заданиям. У нас вега уже практически проникла. Осталось здесь три часа. А, ну, три часа до конца задания. В принципе, уже сейчас можно штурмовать. Они уже уязвимы. Ещё более уязвимыми они не станут. Ну, и освежим память. Кто у нас идёт? У нас, соответственно, идёт болтун. В его классическом снаряжении. Здесь броня хищника, стреломёт, гремлин, наноаптечка, жилеты знаного волокна. В общем, да, ещё в прошлой серии мы несколько жилетов построили, посмотрели. И жилеты знаного волокна скоро уйдут в историю насовсем. Потому что у нас гораздо более крутые кофточки появились. Евромэро идёт. Это наш штатный самый крутой пулемётчик. Знаете, она... У меня как-то не отложилось, что она вот наш топовый боец. Что вот она постоянно где-то там за самые сложные задания ходит. Там много стреляет, много воюет. Но, тем не менее, она провела 15 операций. 42 инопланетянина отправила, соответственно, к инопланетным богам. И технический сержант. Это удивительно. И она, кстати, не знаю, наверное, второй кандидат на то, чтобы стать офицером. Но первый, понятно, у нас уже есть Заикин. Она, скорее всего, станет вторым офицером. Потому что она действительно крута. Идёт Раджа. Тоже наш один из топовых. Ну, не самый топовый, конечно, но тоже хороший наш. Ниндзя. Так, оснащение. Тоже для себя стандарта. Магнитный резонансный пулемёт. Пистолет, пулемёт, извиняюсь. Птичник, топорики, бомба, когать и тактический жилетик. Это первое испытание жилеток. А то он прибавляет аж 3 здоровья и 1 броню. То есть у нас сейчас Раджа просто как мутон. 11 здоровья, 2 брони. Добрый день. Пытайтесь его убить. Волчок. Тоже с достаточно своим стандартным вооружением. Хищник, магнитная винтовка, магнитный обрез. Обращаю внимание. Красный экран, патрончики. Чтобы легче было взламывать. Ну, и Рокки. Рокки, кстати, 5 здоровья всего. Как у Ра... Хотя 5 здоровья у нас не особо прокачанные. У нас просто сержант ещё. Да, у нас просто сержант. Представляете, даже до половины не докачался. Ну, окей. На самом деле, получается достаточно большой, да? Разброс у нас по званиям. То есть это уже технические сержанты. Егерь у нас, по-моему, уже командор-сержант. Ну, на задания ходим, соответственно, тем, кем ходим. И у нас растёт количество, так сказать, открытых точек на карте. И я боюсь, что через некоторое время солдат просто будет не хватать. Поэтому для нас становится приоритет пополнения своего боевого состава. Через набор новобранцев, через покупку бойцов на рынке. Но на рынке, на самом деле, очень дорого бойцов покупать. Поэтому, ну, не знаю. А новобранцы что-то к нам пока не очень хотят идти. Интересно, вообще в освобождённом регионе может солдат прийти? То есть так вот в новобранцах появиться, так скажем. Потому что вот эта Чукунга, которая у нас псионик, она таким макаром к нам пришла в Африке, в ЮАР. Но ЮАР у нас неосвобождённый. За честь территории будьте готовы встретить вражеское сопротивление. Скачайте через открытую точку доступа цель. Кстати, ещё произошло событие, из-за которого... Из-за которого что? Подкрепление вражеское быстрее приходит. Это не очень хорошо. Ну да ладно. Будем стараться как-то этого избежать. Так, ну прям самый-самый-самый край карты нас заспаунило. Бежать, ну, относительно далеко. Кстати, это кладбище, да? Да, давно на кладбищах не воевали. Я прям соскучился. И это круто. Ну да, на самом деле, знаете, как-то перерыв такой был. И здесь и командировки, и работы, и вот это вот всё. И отдохнул, знаете, немножко от XCOM. И, конечно, напрягло... Ну, жизненная ситуация, так скажем. Достаточно всё это тяжело было. Но, тем не менее, от XCOM немножко отвлёкся. И гораздо более интересно снова у него стал играть. Поэтому давайте... Давайте... Ну, кстати, вот он, Раджа. Вот он, наш Мутон. Давайте двигаться вперёд. Ну, первый ход относительно безопасный. Можно подальше пробежаться. Можно пробежаться подальше. Восемь ходов. Я про то, что нет особого смысла. Ну, упадёт нам наглубь подкрепление. Одно. Просто если мы будем отсиживаться, мы не успеем за восемь ходов всё это дело выполнить. И вот про что. Поэтому давайте, наверное, немножко рашить. Тем более, здесь этот мерзкий дрон. Его, ну, никак не получится пройти незамеченными. Мы просто двигаемся вперёд. Отряд я подобрал достаточно быстрый. То есть, все у нас шустренькие, динамичные. Можно быстро расстояние преодолевать. Можно его даже сейчас попробовать захватить. Не заметил, кстати, у нас. Есть смысл его захватывать. Но это наш разведчик неплохой будет. Тем более, он умрёт после того, как выйдет из-под нашего контроля. Поэтому, может быть, и неплохо. Кем тогда только сходить? Давайте, наверное, воробьём я схожу. Нет, не воробьём. Хорошим от тобой надо. Я даже не знаю, тобой ли. Ладно, давайте так. Да, заметил. Бог с ним. Сейчас мы попробуем захватить. Он не должен быть сильно прокачанным. Протокол блокировки. Поехали. 89. Ну ладно, проскочили. Ну да, он весьма слабенький, этот робот. Поэтому проблем особых нет с его захватом. И я думаю, что он гарантированно уже погибнет после того, как выйдет из-под нашего контроля. Мало всё-таки у него здоровья. Оглушение, шокер, ремонт. Ну да, это такой слабенький. Но, тем не менее, в качестве разведчика, в качестве такого впитывателя урона, он вполне себе неплохо подходит. М-м-м. Так, заметили ещё двоих. Желательно прямо сейчас с ними разобраться, но не получится, да, мне это сделать? Шквальный огонь в офицера неплохо залетит. Может, конечно, ещё гранаткой его размять. Ну, мы, конечно, тоже в полных укрытиях стоим. Ну, хотя нет, Раджа вот не в полном укрытии. У Раджи, конечно, ещё заморозка есть, но сильно далеко бежать, конечно, вперёд не хочется. Заморозка можно офицера заморозить. Двадцать девять. Руки гранаткой. Да давайте разомнём. Гарантированно убьём офицера. Нормально. А убьём ли? Вот это интересный вопрос. Может, и не убьём? Ну да, мы его не убиваем, кстати. Если топорик. Топорик 41% всего. Топорик-то всего 41%. Знаете, давайте, наверное, за полный укрытий встану. Воробей. Тут шквальный огонь и офицера. 7 урона нанесли. Осталось у него 3 здоровья. Ну, кстати, 49%. Не такой плохой шанс. Да, но, к сожалению, промах. Метку повесит сейчас. Ой-ой-ой. Как больно в дрона. Больно в дрона и больно сюда. Ранение ненужное совершенно получили. Это плохо. Давайте отправляем на тот свет сержанта. Сержант сложился. Получили приклад. Ну, офицер, в принципе, тоже сейчас сложится из-за мясорубки. Гарантированно, так скажем. Но можно его и забрать, не ожидая мясорубки. Потому что мясорубка-то может промахнуться. Я вот про что. Ненужное, конечно, ранение мы получили. Ну, что поделать. Ладно. Ну, здесь я, не знаю, зря побежал вперед. Но не то, чтобы зря. Можно очень аккуратно играть. Но иногда хочется дерзить. И, соответственно, дерзость, она наказуема. Так, и здесь. 37%. Постреляем, может, убьем. Постреляем, может, и убьем. 47%. Вот, полное укрытие. Нет, не хочет он умирать. Все-таки, наверное, хочет от мясорубки умереть. Хочет умереть от мясорубки. Ну, это его право, с одной стороны. 57%. Ничего себе, ну-ка. Нормально. 9 урона аж. Глушитель экстренной стабилизации. Круто. Так, итого мы били троих. Ну, мы рассчитываем, что их... Что их будет 9. Что их будет 9. Еще двое бежит. Вот это неприятно сейчас было. Прямо скажем. Так, взлом у нас еще не работает. Да, да. Зато можем через протокол нападения очень сильно вот этого лучника щелкнуть. Очень сильно можем его щелкнуть. Можем из фланга обойти. Так, а что со взломом? Ну, кстати, небольшой кэш данных. Кэш данных, это круто. Уклонение отряда. Да нет, уклонение отряда. Я лучше небольшой объем разведданных возьму. Но не сейчас, так точно. Сейчас это слишком опасно делать. Я хочу через протокол нападения... Ой-ой-ой-ой-ой. 8-9 в лучника просто войдет. Обалдеть. Так. А чем его добить тогда? Метательным топором? Да, кстати, метательным топором нормально. Ну окей, тогда точно мы протокол нападения делаем. Мэг очень сильно страдает от этого. 8-9 урона выхватывает. Да. Красиво. Дальше. Рокки. Обходи... Ай-яй-яй, Рокки. А, дрон всего. Ладно, дрон это не очень опасно. Ну как не очень опасно? Нормально это. Так, дуплет не попадает. 85, гранатометчик. Огонь. Гранатометчик сложился и что-то выронил после себя. Слушайте, так много стало луту вылетать. Или я уже, как говорится, просто от этого отвык, что его так много. Топор. Забирает Мэка? Забирает ведь? Ещё выпало, да вы чего? Это как так? Два лута. Давайте ещё из дрона что-нибудь выпадет. Довольт уже шестеро. То есть ещё, примерно, такая пачка есть. Пример такая пачка. Можно... Есть пристрелка? У неё нет пристрелки. Есть воробей зато. Воробей. Воробей, кстати, неплохо должна пострелять. У неё плюс бронебойные патроны. Она может ещё командную работу выдать ему. И он ещё может из своего мега-стреломёта вжарить. Ну давайте как-нибудь. Можно и вперёд побежать. То есть мы гарантированно... А вот не факт, что гарантированно. Подождите. У него железная кожа. Мы наносим 6-10 урона. А, или это... Нет, 6-10 это, наверное, уже со скидкой, так скажем. Не со скидкой, а с вычетом. 6-10. То есть так-то больше урона наносится. Ладно, воробей. Опять же-таки это очень рискованно я сейчас сделаю. У него бронебойка. А если попадаем, убиваем. Рискованно в том плане, что сейчас кто-нибудь может ещё нарисоваться и пострелять по ней. Можем вообще заморозить его. Ну да. Мимо, к сожалению. Мы его можем... А, есть у нас ещё волчок, правда. О, волчок, давай ты. Защита от взлома снижена. Но нам... Нам пока не надо. У нас не произошла перезарядка. Да, нет, подождите, есть у него пристрелка. Почему нет? Почему она не отражается? А, это не пристрелка, это палач. Это палач работает. Окей. Нет, палач не работает. 72%. Если не попадём. Ну, получим урон, если не попадём. Класс. Попал. Промахнулся, ладно. Можем, кстати, ножом упырнуть. И всё, готов. Так, сейчас придёт подкрепление, к словам. Осталось 4 хода отключения сети. Ножом 100%. 1-4 урона. Забавно. Так, свободная перезарядка. Сейчас подкрепление. У нас ещё 4 хода. Ещё 2 противника где-то есть, наверное. Два же противника, да? Нет, не 2, а 3. Ещё трое. Кэш данных, кэш данных. Ну нет, опять всё-таки, кэш данных лучше как-то в конце, что ли, попытаться урвать. Сейчас слишком опасно. Слушайте, а мы дистанционно можем сейчас взломать? Нет, только эту дрянь. Мы можем взломать дистанционно. А сейчас можем... А, опять не ту дрянь. Небольшой кэш данных, кстати, 100% здесь уже можно получить. Лазерный прицел. Волчок. Я вот сейчас не знаю, что нам лучше сделать. Может, на бей готовности встать? Сейчас придёт подкрепление. Его лучше бы выщелкнуть. У нас, в принципе, ещё 4 хода. Ну, здесь сюда добраться, ну, хода 2 нам надо будет. Так, ты... Зломай вот эту штуку. Есть 100% кэш данных. Да. Мы его берём. Воробей встанет на бей готовность. Рокки на бей готовность. Так, идёт гигантский офицер и... Копейщик. Ну, по-хорошему, этих двое, наверное, осталось. Ещё где-то один дрон. Они ни на боеготовность не встали, ни на что. Кстати говоря. Слушайте, может, пришла пара дуплетов? 10-14 копейщика. У него 12 здоровья, но шанс царапины весьма высокий. С другой стороны, даже если не убьём, потом с мясорубки его вырубим. Я очень сильно на это надеюсь. Есть ещё протокол нападения, на крайний случай. Нужно ещё лут попытаться забрать. А у нас ещё... Ой-ёй-ёй-ёй. Ай, нет шквального огня. Чёрт возьми, нет шквального огня. Это плохо. Можем сюда встать. Что нам это даст? Ничего, например. Похоже, что ничего. А вот отсюда, наверное, можно будет дробовик, кстати, использовать. Так, ладно, ты... Иди паряй копейщика. Надо попасть. Ой-ёй-ёй, красиво. 17. Даже мясорубка не понадобилась. Здесь подходим в упор. Иду плет. 53% всего. Но плет всего 53%. Это не очень хорошо. Что ещё можем здесь сделать? Ну давай сюда. Экстренная стабилизация. Здесь дуплет не попадает. Что это вообще? Команду? Ничего себе. 5-8, 3, 2 брони пробивает. Наблюдение не вызывает. Сток уклонения до получения урона. Блин. Это крутой перец. Кстати, вот через протокол нападения можно скипнуть ему это уклонение. Гарантированно. Мне кажется, так надо и делать. Давай, протокол нападения. Иначе он просто дичь будет творить. Всё, скинули. Бонус к уклонению утерян. Так, а теперь? По-прежнему 59, но царапина уже не такая крутая. Так, малозаметный. Трудная мишень. 20 защиты, 25 к уклонению у него. Да, слушайте, очень крутой товарищ. Очень крутой. Можно его на подавление взять. 22. Ну давай, давайте он возьмём на подавление. Как минимум это ему точность понизит. Точность это ему понизило. Подавление минус меткость. Красный туман. Ну, дуплет 59%. Ну, давай. Мим, к сожалению. К сожалению, мимо. 24. Ну, стреляй. А 24 попали царапиной. Больно. Так, надолго она у нас идёт в больницу. Это факт. 75%. Безумный шанс царапины. Дуплет 100%. Никаких царапин, дружище. Пока. 21 урон. Ну да, от такого уже не увернёшься. Два приклада у него забрали. Так. О, наконец-то ты можешь это взломать. Только, знаете, давайте сначала я волчка подлечу. Ну да, она у нас, получается, надолго идёт на лечение теперь. Два раза ей влупили на пол хп. Конечно, часть... Часть урона броня впитала, но тем не менее. Небольшой кэш или большой кэш? Небольшой кэш. Давайте гарантированно. Слушайте, мне так везло в этой миссии. Я не буду сейчас рисковать. Ну да, у нас не получилось бы взять большой. Поэтому лучше и синиться в руках, как говорится. Эвакуируйте всех солдат XCOM. Так, пять ходов нам надо будет продержаться, да? Да давайте куда-нибудь сюда вот кинем. Куда-нибудь сюда кинем? И, ну, просто вот в этом здании сейчас окопаемся. И всё, и будем сидеть. Раджа. Куда-нибудь сюда? Перезарядился на боеготовность. У нас ещё и морозной бомбы у нас осталось. Рокки. Тоже куда-нибудь вот сюда. Может, конечно, ещё трупы пытаться вытащить. Ну, посмотрим в ситуации. Если противник нас будет поддушивать, значит, попытаемся вытащить. Точнее, не будет. Если будет, то... Ничего мы никуда не потащим. Ну, здесь вот мэка можно утащить. Вон он валяется. Здесь кто это? Солдатик валяется. Тоже можешь забрать. Никого нет. Так, подкрепление на подходе. Волчок. Волчка, кстати, ещё один обрез есть. Дуплет. Нормально. Её сильнее всех ранили, но она и... Самый большой вклад в победное разделала. Очень она, конечно, мощно тут шарахнула этого командоса. А вот наблюдение или устойчивую позицию взять? Давайте устойчивую позицию, чтобы мегаточность была. А всё, мы вот это не можем взломать, да? То есть одно что-то можно было только взламывать? Да нет, смотрите, эта вышка неактивная, это активная. А почему? Её не видим? Да должны бы видеть. Или типа задание кончилось. Ну, можно было, конечно, сюда поближе подойти проверить, но не хочу. Хотя, почему не хочу? Давайте сюда встану. Нет, смотрите, уже не даёт взламывать. Окей. Ну, он видит её, он её точно видит, но взламывать не дают. Надо подать на наблюдение встаем. Воробей, да, тоже стою на наблюдение. Все наблюдения. Сейчас нам кто-то нагло упадёт. Ну, я надеюсь, что нагло. И мы их пощёлкаем. Давайте. Двое. Первый заход двое. Или трое. Трое, похоже. Да, трое. Блин, копейщик, солдат и жрец один. Жрец неприятный. Жрец не очень хороший товарищ. Он может там в свою стадис камеру уходить. Но с другой стороны, сейчас на них шквал боеготовности посыпется. Промах. Попали. Промах. Два уже промаха. Ох, ох, ох. На 13. Он сразу в стадис упал. Он сразу упал в стадис. Так. Раджа. 100% солдата. 99 копейщика. Элитный солдат. О, крепенький товарищ. Болтун. Так, Евромеру. Перезарядилась у тебя. Гарантированный урон. Давайте копейщика убьём. Гарантированно. У нас из шквального огня. Отлично. Раджа. Теперь. Можно попробовать выщелкнуть солдата. Вот с этим товарищем непонятно, что делать. Он сейчас встанет. Там будет стрелять. Ещё что-то. Не очень хорошо. 65% кстати в солдата. Это с бонусом. Он в полном укрытии негодяя сидит. Попали. Нормально. Теперь 45% это за что? А, потому что бонус ушёл от первого выстрела. Понял? Бонус потому что ушёл. Ну, Раджой теперь гарантированно убиваем. Так, Раджой гарантированно убиваем. Хотя может быть шанс царапины. Понятно, что вот с этим товарищем делать. Так, а если перезарядиться? Подождите. Если перезарядка. 49. Да, с лангом мы его не обходим. С лангом не обходим, это плохо. Ну, он не будет... Можно, конечно, на боеготовности стать. А вот про что. Можно стать на боеготовности и пристрелить его, если он куда-то захочет побежать. Но я боюсь, что он ничего не захочет делать. Ладно, давай молнию. Точнее, двигаться не захочет, а просто раз и выстрелит. Будет хорошо, если он свою какую-то псионическую гадость начнёт пытаться творить. Давай, псионическую гадость. Ну или беги. Не стреляй. Только не... Ладно, пока. И тот царапина, да? Три урона, он у него только вошло. Да, ходов до прибытия рейнджера три. О, не три-два. А, откуда я три взял? Давайте попробуем. Оп. Так, его взяли. Я про то, что, возможно, уже противник ничего не успеет с нами сделать, поэтому давайте попробуем собрать останки ребят и к точке подойти. Давайте каждый берёт по одному. Ну, мэг точно берём. Мэг очень ценный. Кто-то здесь ещё солдаты. Я не знаю, вот это офицеры или тоже солдаты просто. Точно есть копейщик. Точно есть копейщик. Давайте его тоже возьмём. Ты же через окно его сможешь взять? Как думаете, сможет она его через окно взять? Да нет, наверное, прямо в окно забежать надо. Абсолютно. Абсолютно в окно. Да, поднимай копейщика. Копейщик пригодится, наверное. Рокки. Так, ну, киборга берём. Не киборга, господи, мэка. Ты вот кого захватишь? Здесь солдат. Здесь. Здесь офицер, кстати, лежит. Можно офицера. Офицер дороже обычного солдата. Это точно. Здесь гранатомётчик. Это солдат. Команду. Я не знаю, кто это. Похоже на офицера, на самом деле. Потому что, видите, у него плащ есть. Может быть, это даже и офицер. Так, ладно. Ты иди забираешь офицера. Так. Ты забираешь офицера. Ну, ты давай командоса заберёшь. Я не знаю, это солдат. Хотя солдаты тоже нужны. Они, конечно, очень дешёвые. В плане, если их продавать. Но всякую там броню из них делать. Вот эти всякие штучки. В принципе, они тоже пригодятся. Ну, да. Это, скорее всего, обычный солдат. Что-то с плащом, я кажется, перепутал. Нет там никого плаща. А, Воробей, иди. У тебя самая тяжёлая работа. Тебе надо бэка на себя взвалить. Да. Давай. Это забавно. Меня всегда это смешит. Ладно, конец хода. Подкрепление на подходе. Давайте все к точке эвакуации. Заканчиваем ход. Сейчас на нас падают. И мы сразу улетаем. Ох, вот это да. Это уже хорошее подкрепление пришло. Это прям уже чётенько. Всё, ушли прям из-под носа. Ладно, ранение, конечно, получили неприятное. Но ничего страшного, наверное. Хотя как ничего страшного? Неприятно. Ну, повторюсь, неприятно. Но ладно, сойдёт. Справились. Плюс ещё лута много унесли с собой. Процент попаданий 33. Нормально. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Мне было интересно, покупаешься новое снаряжение. По мне так всё работает отлично. Новое? А что здесь нового было? Знаю. Повышение. Это я люблю. Так, есть палач, есть закрепление, есть подавление. Есть лёгкий шаг. Лёгкий шаг, это классно. Ну, палач. Палач прям хорошо работает, особенно с двумя выстрелами. Это прям здорово. Ещё и пристрелка у него. То есть, первый, если выстрел попадает, с неё сшибает с противника определённое количество хп. Плюс ещё повышается точность, вероятность крита. И здесь то же самое. Ещё точность и крит. То есть, по тому, кого он ранит, очень больно будет второй выстрел. Ниндзя наш. Есть жнец, есть неуловимый. Это как сейчас у командоса вражеского был. Есть бей-беги. У жнец очень серьёзно смотрится. Давайте я возьму. Ну, не знаю, жнец это визитная карточка ниндзя. Когда там, не знаю, за один ход вычищаешь небольшую группу противника, это здорово. Так, 14 дней. Юсеф у нас ушла на лечение. Безжалостно. Если в течение вашего хода вы совершаете убийство, то получится одно движение. Беспокоящий огонь. Промахи царапиной становятся с определённой вероятностью. Давай налетай. Крит за каждые двух видимых врагов. Относится к урону от снового оружия и, если способен сильнейший взрыв, выкрывает взрывчатки. Ух, блин, вот это здорово. Это здорово. Безжалостность. Действие дополнительное. Дополнительное действие. Нет, ну это движение. Это если бы ещё один выстрел давали, тогда бы было круто. А если просто движение одно, ну не всегда это круто. С другой стороны, это возможность убежать после убийства с дробовика. То есть ты подходишь к противнику, убиваешь его с дробовика, и у тебя есть возможность отойти. Это на самом деле тоже здорово. Агрессия, шанс крита. Здесь крит урон. Вот это тоже интересная комбинация, конечно. Но у неё её нет. Это надо оба перка брать. Давайте я безжалостность попробую. То есть она как раз вот с дробовиком очень хорошо работает. И безжалостность сюда подходит. Это возможность отойти. Подбежал, убил, убежал. Всё, нормально. Так, ну да, труп копейщик, труп солдат, обломки метод, труп офицера. Ну да, это был простой солдат. Ну как, не простой солдат. В смысле команды с адвента. Сержант. Так, доступная взаимосвязь. Доступная взаимосвязь. Исидоро Санчо, Сумберто Сотто. В смысле, так они уже тренируются. Они уже тренируются. Игра, не смущай меня. Так, оружейная. Что у нас здесь? А, здесь повысить надо. Повысить надо Молли Дэвис. Но я так и не... Пока не определился, что и повысить. Давай налетай. Но у неё, кстати, тоже агрессия не прокачана. И у неё подствольный магазин прокачан. Поэтому для неё безжалостность, в принципе, тоже будет хороша. Да, давайте я тоже безжалостность возьму. Это возможность... С дробовика, в принципе, там крит урона хватает. Там, когда наносишь 25-30 урона, ну, что-то там лишняя единичка добавится. Это как бы, ну, не знаю. Ну, даже если две единички. Это уже такой сверх урон. Который, наверное, не очень нужен. Управление сопротивлением. Так, бдительность 8, сила Адвента 2. Сила Адвента 2 всего. Но бдительность 8. Здесь сила Адвента 6 в Африке. Материалы, материалы. Сейчас вот интересный вопрос, на самом деле. Что нам сделать? Искать ли следующее задание там сразу? Или всё-таки нет? Нам сейчас нужно контакт установить. Нам некогда в свете. Хотя что-то значит некогда. Выжжена земля. Разве данные? Блин, а здесь 3 дня. Я в том плане, что я не успею. А, так она же не пропадёт. Два дня на сканировании. Окей, пускай пока висит. Успеем. Четыре дня. Здесь мы... Блин, три дня, пять часов, кстати. А, ну здесь нет текущей активности. А, всё правильно. Мы здесь уже исследуем, чёрт возьми. Вот это вот у нас задание есть. А, ну здесь 13.15. А, 13.15 как-то много. Даже если мы с ускорением сюда зайдём. Даже если с ускорением, это будет весьма сложно. Нет, это мы... Я не хочу это делать. Давайте контакт устанавливать пока что. И следующее задание Виктор. А потом же будем думать, что делать. Да, давайте сканировать. Уклонение увеличивается на 12. Продолжить. Так, Хавьер Мурену присоединился к нам в новом Чиле. Это... Да я понял, понял, понял. Управление сопротивлением. Хавьер Мурену. Да, это наш очередной. Уже у нас их пятеро. И знаете, что самое интересное? Чем больше рекрутов, тем быстрее они их должны искать же. Чисто логически. То есть, просто как снежный ком. Вообще, здесь у нас один боец оставался. Фернандо Торо. Сейчас их уже пятеро. Нормально. Скоро вообще целое убежище забьём. Нам бы ещё новобранцев, конечно. Новобранцы не хотят пока к нам идти. Так, а у нас... Не, надо дождаться. Для секретного задания надо дождаться, чтобы вот эти товарищи взаимосвязь установили. И потом уже отправим на следующее секретное задание. Выработка ресурсов, развив данных, набор рекрутов снижен на 20%. Мерзкий ты тип. Так, когда там взаимосвязь-то наладится? Один день. Есть, 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 есть. Так, Неофит восстановился. Блин, Брэдфорд, я не успеваю за тобой. Так, подождите. Как теперь её прокачивать? Неофит, Неофит. Повысить бойца в звании. А, через теоретически, через ПСИ-лабораторию, да? Да. А, всё, окей. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, как дорого. Это, точнее, дорого, как долго. Переносит несён урон в драгу, здоровье ПСИ. Оперативник, а также даёт ему единицы, счета на три хода. Однако увеличит перезарядку способность на один ход. Запалом. Можно взорвать взрывчатку. С свободным действием. Давайте сначала кражу души изучим. Да. Я назначу учёного. Чтобы быстрее. Конечно, это у нас... Ну, здесь на один день дольше не так страшно. Так, теперь давайте секретное задание выбирать. У нас там прокачались ребята. Это замедление развития проекта «Аватар». Вот если отправить наших прокачанных ребят, вот этих вот. 91%. 75% провал. Ну да. Они, конечно, хорошо взаимодействуют, но весьма-весьма слабы. Мастер-сержант. Нет ни одного подходящего бойца, серьёзно. Почему? Да не может быть. Или надо... А, мастер-сержант, непонятно. Нет никого. Да, слушайте, это надо нам, значит, егеря прям качать-качать, чтобы... Избранную-то щёлкнуть. Но, возможно, на этом задании он же и повысится. Ладно, центр тайных операций. Возвращаемся. Подобрать добычу. Улучшение, разведданные. Можно этого, конечно, стадель найти. Можно разведданных немножко притащить на базу. Можно материалов немножко притащить. Очки способностей можно притащить. Замедление проекта «Аватара». Это очень-очень тяжело. Унести трупы. Заступника. 102% провал. Я даже не знаю. Да, то есть Дэвис, 70%. 38% всего лишь провал. 6% провал. Ха. А, 15 дней целых. То есть у нас на 15 дней уйдут 3 наших топовых бойца, но зато появится у нас ещё один заступник. Заступники нам нужны. Нам даже не столько заступники, нам, в принципе, бойцы нужны. Так, 38%. Так, очень большой шанс провала. Эти, конечно, ребята крутые, чтобы прокачались, но их надо на какое-то задание, на обычное взять. Чтобы они ещё и звание повысили. И фаталистка у нас ушла. А, подождите, подождите. Знаете что? А у нас что с заданием? Нам, может быть, сначала штурмануть, а потом вместе с фаталисткой, если она... Так, нет, подождите. Если она уязвимая... А, нет, 13-15 ещё. Подождите. Надо дальше ещё крутить. Я хотел сказать, что... Можно отправить, как она вернётся с задания, чтобы их двоих отправить, чтобы побыстрее это задание выполнилось. Заступника, конечно, очень хочется. Но Молли Дэй с Брайан и Вэйма. А Брайан и Вэйма сейчас на задании. Она ещё будет там несколько дней. Соответственно, Пулещука с Заикиным. Ну, Заикин тоже на задание. А больше настолько прокачанных ребят у нас нет. Может, конечно, вот этих крутых ребят отправить. Ну, на две недели у нас выключатся три бойца. На две... Ну да, две недели. Это не очень хорошо. Но, с другой стороны, ещё один у нас будет очень крутой товарищ. А это круто. Какие крути. Я же сам только что говорил, что нам надо набирать бойцов. Ладно, знаете, а что сделаем? Там, в принципе... Ладно, дедуля. Давайте мы их немножко снарядим. Я им выдам хотя бы маломальское снаряжение. Хотя бы маломальское. Ну, не знаю, стоит выдавать, нет. Может быть, мобильный сохранить. Лазерная винтовка, кевлар. Очень рискованно, конечно, отправлять наших бойцов. Одних из лучших на такие задания, без вообще снаряжения. Плещук. Ну, Плещук, ты свой дробовик бери. Давай, лучевой. Улучшим тебе его сразу. Возьми лазерный прицел. Возьми автозаряжение. Видный настройок спуска. Возьми. Здоровье 6, мобильный 16. Дугомет. Модифицированный дугомет. Подождите, у меня ведь и броня есть. Нет у меня никакой брони. Нет, у меня есть броня. Только ее надо вручную снять. Надо вспомнить, кто у нас ходил на последнее задание. Нет, не буду броню выдавать. Не буду. Так, ладно. Ну и Раджа у нас пойдет. Только Раджа, давай ты у нас попроще пушки возьмешь все-таки. Броня. Ладно, тактический жилет снимешь. Броню тебе, наверное, оставим. Слушайте, да я всем броню сейчас одену. Нет, я все-таки одену им броню. Я, конечно, понимаю, что это, может быть, так сказать, уже слишком... Ну, слишком много, так сказать, на них снаряжения вешаем. Но это надо. Это надо сделать. Пистолет, пулемет. Магнито-резонансный 4.7. Причем, мобильность прибавится. Ладно, бери прокачанный. Обрез, ну, обрез... А, обрезов у нас сейчас нет. Их там все забрали. Так, окей, ты пойдешь. А кто у нас еще пойдет? У нас, получается, полищук пойдет. Ты тоже нормальную броню одень. У тебя пушка есть, дугомет есть. И пойдет еще Раджа. Ему, в принципе, тоже все выдали. Выдали дырокол. Дырокол, выдали клинок. И давайте попробуем еще одного заступника получить. Нанять заступник. Но нам это нужно. Нам это нужно. 38 провал. И давай, вот еще ниндзя. Провал 6%. Очень маленький шанс провала. Засады, конечно, 17%. Погнали. Очень надеюсь, что у нас сейчас все получится. За 6 дней кража души. 502 материала скоро к нам придет. И очень скоро мы контакт установим. Да, отлично. Давно у нас не было контактов. И Австралия Теперь у нас. Исследуй секретный объект Адвента. Кодексы получают способный легкий шаг на не дающий применять против них ответный огонь. Окей. Новая Австралия. Так, окей. Так, западный побережь США. Новая Индонезия. Так, что у нас тут за убежище вообще? У нас тут пятеро бойцов. Сила Адвента 9. Сила Адвента 9 здесь. Завершите задание секретном объекте Адвента. Дай через кают посмотрим. Новая Австралия. Бдительность 6. Блин, силы 9. Обалдеть. Они здесь ищут разведданные. Ну, наверное, и надо искать разведданные, чтобы здесь задания появлялись. Какого-нибудь советника сюда надо воткнуть. Не знаю, давайте Токуми. Пускай будет. Хотя даже не знаю, разведданные ли или новобранцев искать. Новобранцы нужны и здесь. Ладно, давайте немножко... Немножко новобранцев поищем. Просто без них не так все это эффективно работает. Хочется, чтобы побольше людей было. Так, достойный прием. Через 15 дней у нас новый боец появится. Я очень на это сильно надеюсь. о секретном объекте Адвента. Цитадель избранного. Следует секретный объект. Ну, до него далеко еще. А, соответственно, цитадель мы сможем штурмануть, когда... Прокачается у нас максимально один из бойцов. 13-15. Но если 13-15 сохранится из-за того, что я в прошлой серии забыл вовремя поставить ускорение, это, конечно, будет очень печальным. Мега печально это будет. Что делать, что делать? Есть разведданных, там не хватает. А, поехали сюда. Вот, кстати, за разведданными. Сколько-нибудь дополучим. 17 часов. 13-15. 10-12. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Был у нас там 7-9 или нет? Ну, ладно. 10-12, на самом деле, это совершенно не страшно. У нас здесь самый наш, на данный момент, наверное, топовый отряд идет. Хорошим мы должны размотать, неприятелям. И давайте, наверное, это в этой серии сделаем. Да, она у нас будет чуть-чуть побольше. Ну, ничего страшного, наверное. Прошлая серия была не такой большой. Здесь начинаем. В принципе, две более-менее похожих миссии. Ну, и нормально. Тем более, какое-то скрытое событие сейчас накроем. Это мы где? Где-то тоннеля. Вот у нас, смотрите, сразу и кладбище какое-то. Ну, хотя нет, там не кладбище было. Только снайперы здесь будут так себе похожи в этих тоннелях. Да, тоже 8 ходов. И, ребят, давайте прямо на секундочку прервемся и скоро продолжим. Далеко не уходить. Ну что, ребят, второе задание за серию. Надеюсь, оно пройдет так же гладко. Хотя, блин, прошлое не особо гладко прошло. Ну, карта широкая, но туда смысла идти вообще нет. Так, это кто у нас? Это у нас продвинутый жрец и солдатик. Ну, окей, второй, кажется, тоже был солдатик, а третий... Третий что-то вроде офицера был. Да? Ну да. Так, ну ладно, на этот ход точно смысла нет никакого летать в них. Проблема будет только если они назад пойдут. Если они будут выходить, то можно их будет гранаткой пригреть. Ну и в целом, я не думаю, что будет проблема с четырьмя разобраться. Хотя, эти два товарища достаточно плотные. И жрец, и офицер вот этот. Солдатики-то лопнут от... ...гранатки. Я очень на это надеюсь, по крайней мере. Ну ладно. Давайте, выходите, выходите, выходите. Это... Ай-яй-яй, вот это очень плохо. Это очень плохо. Сразу с шестью... Не очень хорошо. И они назад пошли. Они пошли назад. Еще и дрон. Семь. Нормальная встреча. Ну, дрон можно, конечно, захватить. И немножко отвлечь этих ребят на дрон. А сюда, допустим, как-нибудь вот так сделать. Они прям все стоят в первом радиусе гранаты. Урона много должно у них прилететь. Сержант лопнул. Два солдата и сержант лопнули. И жрец расстроился по этому поводу. Крепление сразу, внимание. Так, у него опять здоровье осталось. Дрон. Я думаю, это у дрона столько здоровья. Но нет, это вот у этого товарища столько. Змеюка и какой-то... Серьезный боец. Так, шанс 90%. Но давайте попробуем захватить его. В принципе, если захватим, это будет такой неплохой отвлекающий маневр. Да, 100%. Супер. Он с нами теперь. И он, по всей видимости, умрет. После того, как выйти из-под контроля. Так, получается, мы сейчас только троих убрали. Ну ладно. Кроме вот этих паков, соответственно, еще один остался. Судя по всему. Так, 73% у элитного солдата. Это элитный солдат. У меня, кстати, у гранаты есть. Ну нет, гранаты здесь достаточно бессмысленные. С другой стороны, можно с фланга обойти и пострелять. Но тут вот этот товарищ сидит. Если дальше продвигаться, и большая вероятность, что мы еще там на кого-то нарвемся. Снайпер никого не видит. Это плохо. Но карта еще такая, знаете, какая-то не очень для снайперов. В том плане, что на прошлой карте было бы интереснее играть со снайперами. Потому что она открытая была. Здесь все пространства просто мега закрытые. И как дальше действовать? Ну, не знаю. Нет, как действовать-то понятно, но... Снайперы не то чтобы хорошо работают здесь. Как видите, наш топовый снайпер вообще не в простреле стоит. 73%. Мало. Мало-мало. Так, здесь фланга никого не обходим. Вот отсюда, конечно, пойдем. Вот отсюда. Но здесь жрец нам в спину будет стрелять. Это не очень правильно. С другой стороны, мы жреца сможем гранаты, наверное, снять. 4-8 урона. Она у нас наносит. 82%. 4-8. Огонь. 5 урона. Слабо. Бей, бегим. Можем, конечно, опять в нее. А можем гранаткой забрать вот этого дружочка. Давайте попробуем гранаткой его забрать. Он все-таки нас с фланга обходит, негодяй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что за жизнь? Что же нам делать в этой ситуации? Можем дополнительное действие выдать. Баталистки. Можем. Духа вот сюда можем отправить. И в принципе она с серии должна забрать того и другого. Ну давайте попробуем сделать так. Серию подрубай. Сто процентов. Да, мы его гарантированно убиваем. Лут. И знаете тогда какой вопрос? Блин, это тоже разгром. Ай-яй-яй-яй-яй, разгром работает с... Нет, надо убивать вот этого. Обязательно его надо убивать. Отлично, в стадис он не упал. 2-5 мы можем 3 раза по 2-5 шарахнуть. У него 16 здоровья, мы его точно не убьем. Мы его точно не убьем. Но зато очень сильно просадим по хпшке, он будет не такой точный. Ладно, давай чуть разгром сыграем. Блин, в 2-5 очень плохо, что после серии... Добафается урон. О, ну ладно, первый стрел на 5 прилетел. Второй стрел на 2. А третий? Еще на 4. Ну окей, у него осталось 5 здоровья. В принципе, это очень сильно его понерфило. Да, он испугался и убежал. Да, он просто совсем ушел. Это не может не радовать. Но ушел не то чтобы сильно далеко. Его, кстати, снайпер видит. Значит, перезаряжаемся. У нас осталось 6 ходов подкрепления. Итого, сколько мы убили? 4. Дрон 5. Змея 6. Это товарищ 7. То есть, осталось еще где-то 5 бойцов. Вражеских. Это на самом деле неплохо. А, даже снайпера увидят. Может, тогда снайпером попробовать выщелкнуть его. Отлично. Все, их осталось 5. Тогда здесь включаем инвиз обязательный. Обязательный инвиз. И с инвиза забираем лут. Такая небольшая перегруппировочка. Ядро модифицированный прицел. Это супер. Так, кстати, знаете, что еще не забываем? Не забываем, что надо эвакуацию вызвать. Причем эвакуацию куда-то вот сюда надо вызывать. Ну, это давайте на следующий ход я сделаю. Сейчас лишь бы никого не заметить. Да. Наверное, пока вот здесь вот сгруппируемся. Вот сюда я всех подтащу. У нас, в принципе, еще 2 гранаты осталось. Снайпер. Ну, снайпер немножко отстанет. Не страшно. Все равно на следующий ход он выстрелить не сможет. На следующий ход куда-нибудь в интересную позицию поставим. Дрон. А вот с дроном интересный. Знаете, как его реализовывать? Может быть, его с другого фланга отправить? Давайте его пока здесь оставлю. И попробую с другого фланга зайти. Так, они сами идут. Это солдат, мэг и... Крутой огнеметчик, судя по всему. Так, а взлома у нас еще нет, да? Ой-ой-ой, подкрепление уже в ближайшее время. Взлома у нас нет. У нас есть протокол нападения, который мэка... Практически испепеляет. Есть у нас еще граната, которая попадает по всем троим. И я, естественно, ей воспользуюсь. Если мы их сейчас убиваем, у нас остается всего лишь два противника. Без подкреплений. Так, солдат выжил. Ну нет, это все, это конечное для них. Это конечное, причем конечное с двух вариантов. Можно еще гранату одну закинуть. Давайте еще, блин, закидывать, не закидывать. Можно либо потратить много ходов на их уничтожение, либо одну гранату. Два варианта. Можно, конечно, еще как дикому влететь куда-нибудь вот сюда. Вот так вот прям хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и всех перестрелять. Но не знаю. Это очень какая-то опасная тема, как по мне. Наша разведчица никого не видит. И наша разведчица... А, надеюсь, окно хочет выбить, чтобы зайти. Но окно выбивать, наверное, не надо. Так, ладно, снайпер, ты точно ничего не можешь сделать. Давай наверх забирайся. Так-так-так, пять ходов, пять ходов, пять ходов. Надо вызывать эвакуацию. Надо вызывать. Причем, знаете, как надо вызывать? Куда-нибудь... Ммм... Далеко, наверное. Хотя нет, нормально. Давайте сюда на выход вызовем. О, он за четыре хода, кстати, придет. Нормально. Это хорошо. Граната. Музыка. Музыка. Давайте, лучшая командная работа. Еще одной гранатой. Просто всех заберем. Опять сейчас пытаюсь как-то ресурсы экономить, но... Это чревато. Опять придем к тому, что я в итоге ходы все потрачу. И в конце концов гранаты придется их добивать. Что прям, скажем, не очень хорошо. Вот, все. Закончились. Дружочки-пирожочки. Что дальше делаем? Дальше. Нет, ты давай не через стекла. Иди, нормально, иди. Можно даже как-то вот сюда наверх забраться попробовать. Ага. Прям в уголке стоят ребятки. Виски. Ну нет, их отсюда не заметишь, кстати. Продвигайся вперед. Дрон. Ну, дрона можно их прямо сейчас сагрить. Ну, зачем? Блин, дрон, иди к нам. Он все равно умирает. То есть, он то, что перейдет не под наш контроль, на следующий. Вот это не страшно. Ну, не на следующий, а, наверное, через один ход. Ультра-подвижность. Это здорово. Так, здесь огня нет. Да, вроде бы нет. Да, тогда вот это он. Ну, из тех, что в поле остались, это последние ребята. Больше никого нет. Да ты что, нет, ты же не горишь. Ладно, вот это плохо. Что, не заметили? Не то, чтобы плохо. Нормально. Сейчас их выщелкнем. Снайпер их видит? А, нет, снайпер, к сожалению, не видит. Фаталистка. Можешь как-нибудь красиво залететь куда-нибудь? Нет, никуда она здесь красиво не залетает. Ну, зато она из фланга обходит. А это приятно. Так, а причем она куда бы не пошла, она загорается. Она сама-то не горит еще? Нет, не горит. Отсюда, то есть, получается только прыжком выскакивать? Ладно, дрон, выходи. Ага, заметили. Кэш. Да, смотрите, я куда не иду, я загораюсь. Только выпрыгивать надо. Ладно, тогда выпрыгиваем, чтобы не загореться. Хорошо. И, в принципе, можно сюда вернуться. И вот этого товарища будем с фланга обходить. То есть, у нас два выстрела будет. Есть еще протокол нападения. Снайпер, к сожалению, никого не видит. У гранатометчиц, к сожалению, гранаты кончились. Здесь у 93% сектоида. Правда, что он с царапиной высокий. Ну, можно, конечно, в упор подойти и с разгрома их позабирать. Можно сначала гранаткой кинуть, потом с разгрома пострелять. Ладно, афталистка, давай сначала ты. У тебя будет два выстрела. 62% всего лишь. Ну, зато второй потом еще будет. Ладно, 4 урона, нормально. Еще разок. 4-8, окей. Еще 4. 8 урона, супер. На большее я и не рассчитывал. Теперь. Ну да, теперь мы в нее уже на 6-9 шмаляем. А если еще с фланга обойти, еще и криты красивые будут. А, виски. Так, ну тут сразу давайте я взломаю, чтобы про это, как говорится, не думалось. 63 ПБМ. Да нет, просто разведданные. Ну да, ПБМ мы бы не получили, хотя... Рандом такой, рандом. Если выбрали ПБМ, полоска по-другому бы заполнилась. Как большую, так и меньшую сторону была вероятность. Так. Как бы нам теперь все-таки сыграть? Спец. Спец вот отсюда кого-то видит. Можно кинуть гранату. И после этого еще с разгрома вжарить. Ну вопрос тогда, как лучше вжаривать с разгрома. Лучше, конечно, с обходом с фланга. Что логично. Можно еще и плотный огонь. Шокер. Мало. Но еще непонятно, что сектор будет делать. Вот в чем вопрос. Отсюда, кстати, мы кого-то видим. Повторюсь, место движения можно сначала бросить гранату, а потом с разгромом пострелять. Вайпер-гвардеец. Ну, вайпер-гвардеец 78% всего. Вот в чем проблема. То есть мы его можем не убить, банально. Сиктоиды больше шанса убить. Прям вот отсюда. Ну, сиктоид, как по мне, не так опасен. Давайте я, наверное, спущусь и с фланга все-таки постреляю. Да, тут 100% с разгрома. Вайпера мы убиваем. Давай, да, с двух выстрелов он отъезжает на 13. Ой, красота какая. Так, вайпер упал. Что делать, что делать? Давайте вот так прямо его напугаем. Бойся нашего дрона. Ну, не знаю, по-моему, он не боится. Воробьева, давай сюда. В идеале бы сейчас еще подкрепление вражеское не пришло бы этот ход. И прям было бы здорово. Но оно, скорее всего, придет. И это не очень хорошо для нас. Ай, действие взлом прекратилось. Ладно, что делать будет, сиктоид. Контролировать мозг он будет. Ну, ладно, только паника. Дрон умер. Подкрепление на подходе. Как бы нам тогда этого товарища аккуратнее сейчас смять? Можно, в принципе, ее восстановить от паники? От паники можно ее восстановить. Прямо сейчас. Давай, дух, приходи в себя. Все, паника прошла. То есть она теперь и сама может этому товарищу дать прикурить. Причем, знаете, как дать прикурить? Давайте мы сначала гранату бросим, потому что это бесплатное действие на первый ход. Да, и потом уже по кровавому следу попытаемся его забрать. 83%, 6-9. Попадаем, убиваем. Он готов. Еще и Лутецкий нам принес. Так, ладно, Лутецкий мы сможем сейчас забрать. Да, сможем, слушайте. Обалдеть, у нас Анна Воробьева, мне кажется, никогда так быстро не бегала, как на этом задании. Наш просто как дикая носится по карте с небольшим запасом гранат. Здесь тогда что? Тогда просто на боеготовностях стоим. Нам по-хорошему два хода до эвакуации и на нас, да, на нас упал солдат, гранатометчик и мэг. Причем упали прямо под нашу боеготовность, это хорошо. Ай, промах. Снайпер? Снайпер на единицу. Очень плохо. Грамотно они разбежались еще, к слову. Очень грамотно. У нас есть протокол нападения, который убивает никого. Ну, нет, я хотел сказать мэка, солдат, кто он убивает. Они ведь не на боеготовностях, да? Да. Можно ей сюда встать и с фланга попытаться двоих забрать. Давай. Нет, 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 нет. Ну ты чего? Вот это засада. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Его еще, может быть, не убить. Сто процентов. Шесть-девять. Тоже можем не убить. Восемьдесят три процента. Ну, серия обязательно. Просто максимально обязательно. Восемьдесят три процентов солдата. Сто процентов мэка. Но мэка можем не убить. Вот в чем проблема. Мэка-то мы можем не убить. Ну, можем, конечно, у него и снайпера садануть. Очень сильно вот так, сказать, просадить. Спец. Спец очень далеко. Она здесь никак нам не поможет. Она вообще поможет, конечно. Вот если отсюда постреляет. Девяносто шесть. Вот. Вот это хорошо. Это стреляем. А, единичка всего. Шесть-девять. Сейчас. Блин. Выпадает шестерка, и мы его не убиваем. И привет. Ох-ох-ох. На ровном месте приключения получили себе, а? Просто на ровном месте. Ох-ох-ох-ох-ох. Ладно, если даже мы его не убиваем. Так, убиваем. Ну, один противник остается в живых тогда. В чем проблема? Если сейчас прокает шестерка вместо семерки, восьмерки, девятки. То есть 25%, что мы его не убиваем. Причем, ну, вот этих двух ребят мы гарантированно забираем. Но хотелось бы все-таки их потратить действие вот на этого товарища. Ох, ладно. Рискуем. Рискуем, давай. Только не шесть. Только не шесть. Ух. Ладно, шесть выскочил. Но, по факту, это было восемь урона. Это нормально. Инженер Адвента 3.6. Может, конечно, подойти. Так, снайпер 73%. Давай в инженера, пробуй 73%. Отлично. Восьмерочка. Ну, собственно говоря, и все. Этого товарища, если что, мы заберем с протокола нападения. Ну, нет, не нужен протокол нападения. Отлично. Так, на следующий ход, значит, уже будет эвакуация. Не знаю, давайте, может, хоть Мэг каких-нибудь попробуем утащить. Мэгги, это хорошо. Мэгги, это металлолом, как минимум. Поэтому пробуем их унести. Так, Брайна, ты давай в себя приходи. Ты как-то вообще не вовремя запаниковала. Дух. Дух, дух, дух. Кого унесешь? Кого унесет дух? Тут, кстати, можно дрона с собой утащить. Дух. Здесь солдат, да нет, 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 давайте. Как бы не заиграться, я вот про что. Подкрепление вражеское уже на подходе. То есть оно на следующий ход, наверное, снова упадет. Так, Брайна очухалась. Брайна, иди забери вот этого товарища. Солдатик. Давай. Так. Спец. Спец, 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 спец. Никого не забирай, просто уходи. Просто уходим. Дух. Слушай, дух вот этого солдатик тоже можно прибрать, наверное. Не вижу. Есть возможность. Давай, забирай. А их там, кстати, два было. Я не понял, какого я забрал. Ну, неважно, какого ты забрал. Чего? А где она у меня? Подождите, она у меня на точке эвакуации, или она у меня улетела в небытие? Она у меня, похоже, своим ходом полетела на базу. Она же жива, правда? Скажите, что она жива. Она просто телепортировалась куда-то. Это какой-то новый небесный скилл. Так, подождите, я ее не вижу в самолете. Да нет, нет, идиот, 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 нормально. Никто не повысился? Ультраподвижность, глушитель, уклонение, спуск, ядро иллерия, приклад, разведданы 10, чистильщика, парочку мэков и труп солдат. Еще забрали. Ух, ладно, что у нас дальше идет? Улучшенные магниты оружия, кража души, достойный прием. Материалы через сколько дней? Через 5 дней у нас придут ресурсы. Что по заданиям на карте? В принципе, у нас никто ранений не получил, можно взломать терминал за один день. Но нет, за один день мы ничего не сделаем. Выжженная земля. Здесь уже бдительность 8. Бещеновая Бразилия. Там уже бдительность 8. Но сила Адвента 3 всего, а здесь 7. Здесь сила Адвента вообще 10, синический уровень 12, ничего себе. А, ну он везде такой. Бдительность 6. Бдительность 8. Ну ладно. Что мы тогда делаем? Следуйте секрет на объект Адвента. Да не дотягиваемся мы пока до него. Разведданные. 88, в принципе, немножко разведданных. И, не знаю, с новой Индонезии надо будет. Хотя нет, с новой Индонезии никак. 1, 2, 3, ну да, 5, а через Индонезию 4, да, получается все-таки. Да. 1, 2, 3, 4. Получается, здесь надо ретранслятор тут устанавливать. Ну, ну не знаю, все-таки это очень-очень-очень сильно долго. В Новую Арктику надо идти, как ни крути. Просто вот обязательно сюда надо идти. В принципе, если здесь построить ретранслятор, а если через Америку, подождите, сходить. 1, 2. А, слушайте, тут вообще вот финт ушами есть. Строим... Извиняю. Да, аж заговорился. Строим ретранслятор в Австралии. Перелетаем на западное побережье США. Это 1, 2, 3, 4. Ну, хотя, через Азию то же самое, но ретранслятор здесь нужен, получается. Ну, хотя это так долго, не знаю, я, мне кажется, не успею оттуда дойти. Просто не успею. Он очень далеко. Безумно далеко. Ну, ладно, по разведданным... Сколько у нас материалов? 502. Если мы сейчас переключим... Переключим, допустим, новую Бразилию. Не на материалы, а на разведданные. Мы сколько потеряем? Разведданные. 415. Это много мы теряем. Почти сотню. Почти сотню теряем, но зато... Лутаем новые задания. Лутаем разведданные, которые нам очень нужны. Не, давайте, наверное, все-таки переключу. Южная Африка. Южная Африка, я думаю, что следующий месяц вообще выключу. Их поставлю на инвиз, так скажем. Новая Австралия пускай пока рекрутов набирает. Новая Чили тоже, соответственно, по рекрутам. Здесь уже ничего не поделать. По новобранцам у меня их так никого и нет, да? Да, новобранцов нет. Ну, слушайте, интересно, на самом деле, что делать дальше. Базут, понятно, как развивать, но... Аватар летит просто 7-мильными шагами. Но, с другой стороны, нам надо прокачать топового бойца и идти уничтожать убийцу. То есть нам сейчас банально просто нужен опыт и все. Банально нужен опыт. Так, ладно, получается, лутаем развед данные, ищем задание. Улучшенное магнитное оружие. Доступен на предмет винтовка тьма. Картичная пушка, магнитная пушка, магнитный снайпер, рельсотрон. О, где бы столько денег взять? Рельсотрон. Дополнительное усиление позволяет повысить прочность и мощность. Магнитные технологии особенно подходят для точного и небыстрого оружия наподобие снайперок. Разработка магнитного оружия позволила нам использовать скорострельный вариант пушки. После изменения стандарта и конструкции для добавления магнитного ускорителя, винтовка вектор получила возможность стрелять файромагнитными пулями. И картичная пушка получит новый предмет. При помощи магнитной технологии мы можем превратить осколок... Так, это дробовик нам выдали. Слушайте, нам выдали халявный дробовик. Это ли не чудо? Защитная матрица, осколочные патроны. Через турельку мы можем выйти. Здесь тазят жилеты, сохраняющая сфера. Открытие королевы берсерка. Зажигательные гранатки, кстати. Интересно. А экзоброня... Ну, тут ресурсов не хватает. В экзоброню, да. Наверное, надо выходить. Силовая броня здесь откроется. Давайте сначала что-нибудь простенькое. Здесь у нас осколочные патроны появятся. Ну и защитная матрица. Турели, которые адвент устанавливают в своих объектах и блокпостах, полностью автоматизированы, как и прочие механизированные силы противника. Большую часть времени, скорее всего, пришлось потратить на разработку оптических сенсоров. Окей. За два дня здесь, в зоне испытаний, ресурсов нет. Ух, ресурсы через пару дней появятся. Ну, через пару чуть побольше. 36 разведданных. Помимо кратеров и выигрыша участка, мы обнаружили странным образом выцветшие полосы земли. При помощи сканера удалось установить, что они ведут к упавшему патрульному судну пришельцев. Не обнаружив признаков жизни, наши разведчики взяли столько трофеев, сколько смогли. Жозе Маркес. Еще один товарищ у нас пришел в Новое Чили. Итого у нас их там шестеро, да, уже? Да, шестеро. Супер. Тоже давай сразу новых рекрутов ищи. Новые, новые рекруты. Сейчас вот материалы, сколько они будут приносить нам? 25 всего. Не густо, не густо. Значит, ищите ВК рекрутов. Не то, чтобы миллиарды. Я сказал, что миллиарды они будут приносить. Но нет. Никаких миллиардов и речи быть не может. Через 13 дней новый боец к нам придет. Разведданных, кстати, 124. Разведданных 124. А это значит что? Это значит, что мы можем здесь вот контакт установить с Африкой. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Материалов, материалов очень много надо. Знаете, давайте что сейчас мы сделаем? Мы сейчас с вами закончим. Возможно, к следующей серии я все-таки почищу наши склады. Нужно строить ретранслятор. И откуда? И получается выходить в Индонезию. Ну или сюда. Это без разницы на самом деле. Можно и в США выйти. Можно и так. Ну, 4 ретранслятора нам нужно. 4 контакта. Нам нужно просто огромное количество разведданных. Как ни крути. Нам нужны новые контакты. Станция связи с сопротивлением. То есть это наша приоритетная задача. Чтобы раздолбить этот секретный объект. Потому что он сейчас очень далеко. Но с другой стороны, когда мы повысим нашего бойца до максимального уровня. Скорее всего, это будет вот егерь. Хотя дедуля. Тебе тоже на предпоследнем. А нет, дедуля побольше. Когда егеря повысим. Можно будет идти штурмовать убийцу. Это, соответственно, тоже немножечко скипнет у нас. Аватара. А денег всего лишь 415 на следующий месяц. Ну, хотя что значит 415? 415 дофигища. Плюс мы что-нибудь продадим. И... Ну, не что-нибудь. Много чего-нибудь продадим. Потому что и ретранслятор нужен. Без него разведданных я никогда в огромных количествах таких по 200. Ну, не наберу я 200 разведданных. Какими-нибудь там неадекватными путями. А так как минимум на еще один контакт у нас есть. И Индонезия будет... Даже не Индонезия, а Океане будет у нас полностью покрыта, да? Там же всего лишь две точки. Да, здесь всего лишь две точки. И с ретранслятором новобранцев стоит всего 10 материалов. Ну, нет, у нас новобранцев не хотят с нами дружить. По-прежнему непонятно, можно ли новобранцев из освобожденных регионов набирать. Ну, ладно. В любом случае, два задания за серию. Все они успешно прошли. Там одно небольшое ранение. Получили, в принципе, все круто. Давайте заканчивать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok